Вот так тоже получается. Один, два, одна. Отлично. А где у нас камера перевертывается? Всем привет. Мой телефон почему-то отключился. Пришлось перенастраивать перископ на телефоне моей любимой. А что это у тебя не все видно? А, теперь все видно. Привет. Питер, Тольятти, Ростов. Всем привет. Сегодня утро. Мы наконец-то дорвались до нашего любимого магазина, хозяином которого является мой хороший знакомый. Здравствуйте. Сейчас мы вам покажем его. Поехали. Да. Что тебе покупать? А мы еще не знаем. Мы пошли посмотреть, что мы будем. На 8 марта подарки. Да, 8 марта на подарки. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с Максимом договорились. У нас перископ, так что. Все нормально. Спасибо. Так, как реагируют на улицы люди? Не знаю. Я не обращаю внимания на то, как они... Не обращаю внимания, как они реагируют. Можно ли дети пить кока-колу? Кока-колу лайт. Можно в небольшом количестве пить. У меня девочки, которые работают на своей фигурой, сейчас готовятся на бикини и пьют. Хотя, с каких войсков? В МФ был много лет. Капитан 2-го ранга. Закончил на Камчатке. Ну, да. В общем-то, люди, наверное, на меня реагируют. Так. Так, здесь начало небольшой музей. Все, как ваши Ларисы, скоро все выйдет. Фамилия Му-у-о-ра-ва-ва. Ты никогда не выйдешь. Давай все покажем. Камни из агата с эротическими рисунками. Первый-третий век нашей эры. Как мой отец относится к моему образу, он относится нормально. Вредные макароны для фигуры на самом деле нет. Тоже скоро буду развенчивать мифы по этому поводу. По поводу макарон, твердых сортов, все очень даже достойно и нормально. О, да. А это Африка. А это, смотри, ты не напись, их такие штучки носят. Мальта, наверное, за внешней с ней ничего не говорит. Хорошая, у нас покуда. Ужасная погода. Привет с Украины. Обычно такого вона пить, в каком количестве денег нет. Обычно такого вона не особо стоит пить, но если граммов 100 на самом деле, то проблемы нет. Батер-полковник, подполковник. Типа на лето, ой, их очень много, но конкретно мы их еще прямо так не рассматривали. У нас... Это музей, да. На самом деле это музей секс-индустрии, потому что здесь огромное пространство, более тысячи квадратных метров. Сколько сейчас весят? 68 млр. Сейчас весят. Последнюю часть мы вчера сняли. И к понедельнику-вторнику планируем ее... Египт Русселя. Планируем ее выложить. Любимый у меня состав. Я, слушайте, честно говоря, не знаю, можно ли здесь снимать. Да, это же директор этого сессии этих магазинов, наш хороший друг. Максим Лапин. Где музей находится? Седова 11 находится. Работает 24 часа в сутки. Вы совершенно спокойно можете здесь прийти, побродить одни, где никого никогда нету, передаваясь приедет к своей жене. Она хорошая и похорошенная. Она все читает, на самом деле. Где находится? Седова 11. Здесь есть очень древние предметы, которые Макс собирал в разных местах. Есть и новая. Прошу, что это пресница, смотри, попросил. Что это у нас? Ложи любви. Как тебе такой чанг? Я не знаю, кто это. Так. Ложи любви. Оригинал этого предмета. Сделан в 19-й веке по индивидуальному заказу принца Альберта. Покажи. Смотрится он вот так. Как ты сделал любимое предложение? Как? Мы познакомились. Три недели спустя уехали в Доминикану, где, собственно... Да уже и в Доминикану было все предложение сделано. Я же быстрый. Через неделю уже сделался предложение. Через неделю? А я думала и сопротивлялась. Почему не в зале? Потому что по выходным, это семейные дни, мы не работаем. Иркутску привет, пожалуйста, передать. Передаю огромный привет Иркутску. Здесь столько игрушек, столько всего интересного. Зачем мне клыки? Не знаю, мне не нравится такой образ. Всяко веселее, чем просто в обычной жизни. Пожалуйста. Такая штучка. Смотри. Спасибо за лестный комментарий. Моя мазь как маленький ребенок и все любознательно. На самом деле, это не первый раз, но... О, какие кощельки! Сейчас, подожди, кощельки, подожди. Сейчас мы пройдем от этого манекена, и он должен будет нам сделать какой-то знак. Та-дам! А, нет, он не работает сегодня, видно. Первый раз можете посмотреть, или уже скоро? Та-дам! Вот такой вот музей. Посадиться, где в Питере сегодня погулять. Слушайте, честно говоря, не знаю. Зимой все очень грустно, по крайней мере, для меня. Я не очень как бы люблю зиму. А летом, конечно, понятно, где у нас гулять. Петергоф, Пушкин, Павловск, Сады. Очень всего много. Так. Что тут у нас еще интересного? Хи-хи! Где погулять сегодня? Ух, не знаю. Везде уже людно, на самом деле, когда после 12 выезжаешь. Людные места мы с супругой не любим. Но на самом деле мы сегодня пришли погулять сюда, потому что поняли, что мы проснулись поздновато. И приехали погулять у Макса в гиперкрулике. Он заработал! Да. Как заработать на квартиру в Петербурге? Слушайте, здесь просто нужно иметь какой-то определенный постоянный доход. Дальше копить на первый взнос. Потом работать на бестетку. Когда у вас есть кредит, они вас стимулируют, если, соответственно, человек быстро работать. Представить кредит Климову Егору передал. Покупать. Я еще не знаю, что покупать. Мы, на самом деле, практически без цели пришли. А вы только что проснулись. Мастер тут уже все ломает. С добрым утром. Адрес музея, еще раз повторяю, я думаю, что потом надо будет просто где-то проанонсировать. Улица Седова, дом 11. Здесь на втором этаже огромный-огромный гипермарк. Как вы видите, здесь народу нет. А если придется ночью, вообще народу практически нет. Одинокие парочки, которые ходят, выбирают все разные игрушки. Насколько похудела жена? На 9,5 килограммов. И в планах у нас еще 5. Но уже, Мася, покажись. Вот, Масисек уже вот так вот. Это попа. Это Болпо. Личиком. Ну вот. Вот такая. А мы на самом деле пытаемся анонсировать сейчас просто как музей. Потому что спрашивают, где находится. Многие не знают. А что мы хотим, мы на самом деле еще ничего не знаем. Поэтому мы сейчас закончим. Мы подождем. Хорошо? Да, конечно. Я все покажу, расскажу. Это Марина, продавец гипермаркета «Розовый кролик». Спасибо. Ну, еще минуты после. Спасибо огромное. Здесь персонал, который никогда вам не на заезд. Если нужна помощь, он все помогут и расскажет. А если не нужна, у вас даже никто не напрягает. Делайте то, что вы хотите. Ну, в рамках разумного и нормального. Я тут что-то нашла. Видео на экране. А здесь, я не знаю, какое видео на экране. Здесь просто реклама всех этих игрушек, как они работают. За сколько ипотеку платите? Осталось 34 тысячи в месяц платежей. Потому что мы каждый месяц платим чуть-чуть досрочно. Несколько досрочно. Вот. И потихонечку падает. Я раз в два месяца летаю, плачу и платю. В общем, раз в два месяца. А, раз в два месяца. Правильно, да. Так можно же просто переводить им под картин. Что будем брать? Не знаю. Мы просто смотрим. Мы здесь не были у Макса уже очень давно. Мася, там еще тоже новые игрушки всякие появились. Какие, да? Да? Да. Подожди. Дай-ка я покажу. Я сама еще не знаю. Это какой-то сюрприз. Сюрприз? Та-дам! Огромный сюрприз. Предатель из высоты и язык узко, пожалуйста, передаем. Мы вас обожаем. Спасибо. Что это за домик? Это не домик. Это огромный-огромный музей и магазин. Укрепление семьи Гипермаркет. Розовый кролейк. Их в городе очень-очень много. А зачем она щелныщит? Кто ищет? Что ищет? Вон, смотри, что. Да. У кого там? Экстендер. У кого комплекс маленького пениса, только нужно его увеличить. Ей не хватает твоего? Ну, что вы такие сразу? Хватает? Ну, есть же разнообразие в семейной жизни. Это лучше, чем гулять направо-налево. Правильно? А что за домик внутри? Он, наверное, был здесь. А, вот этот домик, вы имеете в виду. А мы сейчас покажем, пойдем. Да. А вот потом посмотрим. А то мы сейчас шокируем тут публику такими штуковинами. Это всегда интересно, что там. Почему же она ничего не делает с собой, как ты, например? Мальчики, девочки. Вы, видно, не подписаны на мой канал. У нас вставай в проект, где Ира поменяла полностью свою фигуру. Что у нас там? Вон там чего? Там? Кукла. Вы бы согласились на МЖН? Нет. У нас уже были разные опыты в жизни, поэтому теперь только мы вдвоем. И больше никого. Я изменил лицо, чтобы быть похожим на жену. Я лицо еще изменил задолго до знакомства со своей любимой. Поэтому вряд ли эта версия может быть правильной. Кризис кролика коснулся. Нет, здесь же на самом деле ценовая политика очень огромная. Макс очень быстро и гибкий. То есть, соответственно, как только что-либо меняется, просто меняется определенный товар. На самом деле люди, которые привыкли покупать качественно дорогой товар, они так или иначе будут это делать. Чтобы не было... Да, я прорекламирую. Самая хорошая смазка. Да. Как полезнее бегать? Утром или вечером? На самом деле не так сильно важно. Важно, кто в Жаварна колесовая. И от вашего самочувствия уже будет зависеть, когда вы хотите. Нет, мы не пробовали Сингерпати. Но в юности у каждого были свои определенные эксперименты. Кого-то с кем-то. А есть хвосты, которые в попу вставляются. Я думаю, да, надо спросить у персонала. Но я спрашивать не буду. Покажите фирму «Фанфактор». Я не знаю, как она выглядит. Здравствуйте. Ой, давай вот эту комнату покажем. Она очень прикольная. О, комнатка БДСМ. Бывали я в Самаре? Нет. В Самаре я не был. Кролик. Кролик. Качели. Супер-качели. Да, качели супер. Это в Питере? Да. У нас много есть в Питере такого, о чем не все знают. Подожди. Ой, сколько у нас сердечек посыпалось. С сердечек посыпалось? Да. Сейчас. А, ну как вы там, потомки слетали на Марс? Так, это кто-то у нас тут это. А что, не знает, куда лучше ходить. Так, Питерующий город. Когда будут кулинарные видео? Когда будут кулинарные видео? Честно говоря, не знаю, нужно это начать делать, но мы снимаем так много видео, что не спеваем. Сейчас перед Челябинском мы загружаем канал и кулинарные видео, я не знаю, успею попасть в или нет. Если с Жаворонки можно измениться? Если опыт у меня и моих знакомых. На самом деле, это чисто биохимическая вещь. И об этом надо смотреть, Мася. Ну, что такое? Давайте по копии? Да. На, по копии. Пам-пам-пам-пам-пам. Попольней. Я люблю сексуальных русских. И здесь интерес... Да. Когда с рисковым клеем, 5, 6, 7, 8 марта. Не только с Мишкой, но и с Лешей Серебряковым. И разными еще интересными релетами, которых я пока, честно говоря, лично не знаю. Привет из Франции. Огромное спасибо. Саша, это ты магазин огромнее. Что вы? Мне не хватает таких ресурсов. Это гипермаркет, разовый кролик, магазин укрепление семьи. Привет из Египта. Да, тут много-много всего. На самом деле, мы уже не были здесь, наверное, месяцев 5. Кстати, здесь обновилось. Да, и очень много чего интересного. Сейчас на пол. Народа возбудите с этим кроликом. Ну, слушай, это лучше, чем валяться и смотреть дурные сериалы по телевизору. Каждый человек пойдет, после этого и займется... Деву, ты меня спрашиваешь? Не знаю. Надо про досад попросить, пускай показывает. Что у нас есть из игрушек? Ну, это интимная тема. У нас их очень много всяких разных. Вот. Наша социальная жизнь разобраться. А, вот так вот он делает. Вот так как делается. Зачем каска? Я не знаю. Буду бы кто-нибудь кого-нибудь любить по голове, чтобы безопасно было. Какой клинике мы на сиски сделать, же напросят. Спик. Спик. На самом деле, смотрите последнее видео мое. Фигуры моей мечты. И там мы рассказываем о Санкт-Петербургском институте Казахсты, который находится на Савушкино. И рассказываем о нашем любимом враче. Можете, мы потом будете ознакомиться все в интернете. Пользуемся ли мы чем? Старконом? Что же все хотите это знать? Я же говорю, у нас много разных игрушек. А вы прям хотите увидеть видео, наверное, да, Хоу? Так, что тут еще? Много сексуальной одежды. Интересный. Красивый. Смотри, вот это мишот такое. Походится. Резиновые девушки, наверное, здесь есть. Есть. Там, но не половинки. Продавцы здесь абсолютно всегда одеты. Это разные мальчики и девочки, которые могут постоянно консультироваться. У них здесь специально идут мастер-классы, им рассказывают, что, зачем, и как работает. Покажем. Перескоп отгрузка и пользуемся. О, да. Здесь и так. Как Таиланд? Таиланд? Не знаю. Таиланд был неплох, но до Микана нам милее. Потому что в Таиланде у нас получалось очень много съемок и очень мало личного времени для двух нас. Показатель зимового баба, БДСМ. В БДСМе там практически все закончилось. Маленький уголочек, который был, мы показали. Где мы? Улица Седова, дом 11. Ну что, быстренько пройдем еще раз. В каком городе? СПБ. В Санкт-Петербурге? Да. В Маттин. В Санкт-Петербург, СПБ, не понимают? Почему? А где можно жить и не париться? В Таиланде? В Таиланде, да. Хочу к вам. А за окном у нас вот такая вот... Магазин очень хороший, заходите, как вы видите, я еще раз говорю, что здесь надо, вам помогут, не надо, никто не мешает. Практически все экспонаты можно будет трогать, смотреть и, соответственно, уже понимать, что вам нужно, что не нужно. Маленькие деревянненькие, да. Надо себе открыть такой же магазин. Да, я думаю, бизнес достаточно выгодный. Покажи резиновую попу. Резиновую попу. В Ставрополь в футболках ходят ребята. Ставрополь. Мы вам подъем, мы завидуем. Очень рады, что у вас хорошая погода. Молодцы. Так, все, меня просит показаться. Здравствуйте. Здравствуйте. БДС и маленький отдел, не зачет. Да, БДС и... А сайт есть? Сайт розового кролика, конечно, есть. Это один из самых популярных магазинов в Санкт-Петербурге и в России. А в Челябине веселее. Да, да в Челябинске у вас вообще, как говорит Миша Коклеев, мордор. Вот. Ну что. Все. Мы будем уже теперь смотреть, что мы хотим покупать. Глазки я не крашу, у меня перманент. Это он не доделанный. Скоро буду переделываться, когда заживутся в срамике. Жена носик корректировала свой? Нет. Нет, не корректировала. Хотели чуть-чуть поменять, но ей сказали, что там все очень сложно. Он и так у нее хорошенький, поэтому так все и оставим. Все. Всем огромное спасибо. Всех были рады видеть. Огромное спасибо за лайки, за вопросы. Хейтеров сегодня, кстати, было мало, что очень странно для такой-то темы. Все. Всем спасибо. Пока. Хорошего дня. Ну и наслаждайтесь друг другом. С наступающим будущим 8 марта. Пока. Мася, а как у нас трансляция заканчивается? А.